Друзья, всем большой привет! С вами Ирина и сегодня мне бы хотелось с вами поделиться своими парфюмерными покупками. За последнее время у меня довольно много парфюмов накопилось, поэтому я, наверное, разделю на две части, потому что очень уж долго будет показывать все мои парфюмы. Здесь порядка, наверное, 12-15 штук, возможно. Поэтому это будет первая часть видео и через некоторое время выйдет уже вторая часть, опять-таки, моих новиночек именно из парфюмерии. Я очень люблю парфюмерию, и вы, наверное, по моим парфюмам, которые стоят сзади меня, поняли это, но я очень-очень редко снимаю именно видео про парфюмы, потому что мне кажется, я недостаточный профессионал, в плане того, что я не смогу очень красочно, очень так образно описать все парфюмы, описать все эмоции, которые я чувствую, когда я вдыхаю какой-либо аромат. Поэтому для меня это такое довольно-таки проблемное видео, и очень надеюсь, что вы меня поддержите, поставите лайк этому видео и будете мотивировать меня снимать про парфюмы больше и, соответственно, дальше. И сразу в начале видео хочу напомнить, что у меня есть канал на Яндекс.Дзен. В связи с тем, что сейчас такие глобальные проблемы с YouTube, не все видео открываются, к сожалению, то я вас приглашаю на площадку Яндекс.Дзен, там также все видео свои я дублирую. Поэтому добро пожаловать, буду очень вас ждать. Ну и также хотелось напомнить, что у меня есть еще два канала, книжный канал и влоговый канал, ссылочки на них внизу, и телеграм-канал, ссылки также внизу в инфобоксе. Проходите, добро пожаловать. И в сегодняшней подборке новинок именно парфюмерии у меня будет очень много разных магазинов. Здесь и заказ с рандеву, здесь и литуаль, здесь какие-то частные магазинчики. Но давайте начнем, наверное, с рандеву, потому что у меня есть промокод, которым я очень рада с вами поделиться. Он здесь вот будет написан как раз таки в левом нижнем уголочке, и в инфобоксе я его также продублирую. Но то, что я сегодня вам буду показывать именно из рандеву, это не реклама, это не пришло мне бесплатно, это все я покупала за свои деньги. И первое, что я вам покажу, это бокс. Это аромабокс, который, у меня, кстати, два уже есть, который я заказала для своего зятя. Он очень любит всевозможные пробники, тестеры. Ну и, конечно же, именно мужской парфюмерии, поэтому я выбрала и заказала для него вот такой вот наборчик из восьми парфюмов. Давайте поближе вам покажу, но также в макросъемке обязательно вам тоже буду все снимать и показывать. И это топ-8 ароматов. Для него в каждой коробочке восемь ароматов по полтора миллилитра. Очень, кстати, коробочка удобная на магнитике. И внутри у нас есть как визуальное изображение самих ароматов. Если вы не знаете название, например, вы можете чисто визуально понять, что за аромат, допустим, встречались вы с ним или нет. Ну и, конечно же, сами тестеры. Вот так они выглядят. И, обратите внимание, один уже полностью пустой. Это стал любимчиком. Этот аромат стал любимчиком моего зятя. И он поэтому почувствовал, поносил, попробовал и заказал себе уже полноразмерный продукт. Что у нас здесь представлено? Armaf, Givenchy, Hermes, Kinzo, Lalique, Mont Blanc, Paco Rabanne и Versace. Сейчас мы быстренько пробежимся по ним просто вскользь, да, потому что все-таки мужские ароматы. Я, наверное, вообще абсолютно не профессионал среди мужских парфюмов. Но все-таки какие-то впечатления свои хочется оставить. И давайте начнем мы, наверное, как раз с того аромата, который закончился. Здесь уже вообще ничем абсолютно не пахнет. Какие-то просто отголоски парфюмы идут. Но он очень-очень сильно полюбился. Я не буду по вот этим миниатюркам вставлять вам пирамиды здесь, потому что их очень много. Но вот для него, получается, все эти восьмерки Paco Rabanne One Million стал самым-самым любимым, который прям он выделил среди всех. Так, для меня он, вы знаете, сочетание какой-то свежести, морской аромат. И вместе с тем, как будто и какая-то травянистость есть, и дерзкость есть, и яркость есть, перечность есть. Я не знаю, как это описать, но он действительно прям такой... Мне тоже, кстати, очень понравился больше всех из этой подборки. И он такой, что, мне кажется, если вы любите морские ароматы, свежий аромат, он вам подойдет. Если вы любите пряный аромат, он вам также подойдет. То есть он такой универсальный. Мне кажется, каждый из покупателей какие-то свои нотки из него вычленить обязательно. Так, Armaf Club de Nuit Mon Intense. Вот такая водичка. Давайте я попробую на пальчиках тестировать, потому что их 8. И потом мне не хватит уже рук для того, чтобы протестировать именно свои ароматы, которые женские. А я всегда тестирую именно на руках, на своих, на теле, потому что я заметила, что именно на какой-то бумаге, на всевозможных тест-полосках ароматы по-другому абсолютно раскрываются. Поэтому я вот приняла решение и всегда тестирую именно на себе. Резкий аромат какой-то, соленый аромат, пряный аромат. Это сейчас про Armaf говорю. Честно, мне не очень нравится этот аромат. Он слишком какой-то сердитый, слишком жесткий, слишком кислый. Даже как будто какая-то кислинка в нем есть. Не мой аромат. Дальше берем Givenchy. Это у нас Pure Home. Тоже протестирую. Вот этот аромат уже совсем другой. Более нежный. Опять-таки сужу, наверное, все-таки по своим женским каким-то характеристикам. Более нежный, более водный, вот такой морской. Очень приятный. Мне кажется, он запросто можно его назвать унисексом. Я, по крайней мере, его с огромным удовольствием носила. Но он уже такой, более мне приятный, наверное, более применимый. Нет, такой резкий. Дальше Hermes. T.R.D. Hermes Pure Home. Мне единственное удивляет, почему такие названия у мужских парфюмов такие одинаковые. Чуть ли не в каждом втором названии присутствует слово Home. Тоже очень интересный аромат. Какой-то цитрус. Что-то такое солененькое. Возможно, морская соль. И травянистый. Здесь прям пахнет травой такой. Свежескошенной травой. Тоже довольно приятный, кстати, аромат Hermes. Дальше берем. Это у нас Kenzo и Pure Home. Опять-таки Home. Так. Этот аромат более дерзкий. Более, как будто бы насыщенный. Более такой мужской, брутальный. Тоже очень-очень вкусный. Мне понравился. Следующий от Lalique. Это Ench Noir Pure Home. Опять-таки. Ой, нет, вот она брызгала. Ладно. С этой стороны. Вот в этом аромате очень много какой-то, вы знаете, дымности, табака. Прям как будто намокший табак. Если вы такие ароматы любите, то я думаю, что он вам понравится. Дальше. Следующий аромат. Это Mont Blanc Explorer. Не знаю, кстати, что это за бренд такой. Потому что я о нем не слышала. Ой. Ну, это очень приятный. Даже какая-то фруктовость есть вместе с какой-то свежестью. Опять-таки. Ой. Такой бодрящий вкусный аромат. Дальше Paco Rabanne у меня идет, который я не смогу протестировать, как он закончился. И последний это у нас Versace Eau French Man. Кстати, здесь тоже осталось совсем немножко, вы видите, да. То есть он тоже, видимо, полюбился моему зятю. Так. И давайте тоже протестируем. Тоже очень вкусный аромат. Интересный. Вот не такой жесткий, не такой сердитый. Фрукты какие-то есть даже. Тоже я бы называла его унисекс. Я бы тоже с огромным удовольствием такой аромат поносила. В общем, я осталась довольна. И, как мне кажется, свою основную задачу Aroma Box выполнил. То есть он познакомил моего зятя с самыми такими известными парфюмами. И, соответственно, он выбрал, сделал свой выбор. И понял, какая водичка ему больше всего понравилась. И, соответственно, ее заказал уже в полном размере. В принципе, Aroma Box это идеально для того, кто не знает, да, какие ароматы ему нравятся на текущий период времени, который хочет познакомиться с новыми ароматами. Поносить их. Потому что часто бывает, что когда вы тестируете в магазине, и потом уже купите парфюм, придете домой и начинаете его разнашивать, совсем другой получается шлейф, совсем другая какая-то аура у этого аромата. И вам он не подходит. Поэтому это идеальный вариант. Поносить, почувствовать, послушать, понять твой, не твой. И выбрать тот, который вам больше понравится. Я очень Aroma Box люблю. И вот, как вам сказала, уже два у меня есть. И вот третий. Он, конечно же, у меня в коллекции не останется, потому что он уйдет моему зятю. Ну и еще я себе кое-что купила из магазина Rendezvous. И это арабский парфюм. Я очень давно смотрела на арабский парфюм. Они сейчас, конечно, очень-очень популярны. Поэтому мне тоже хотелось попробовать. И я купила вот такой потрясающей красоты флакон. Приходит он в такой же потрясающей коробке. И просто красота. Это все такое вот бархатное. Очень все приятное на ощупь. Это у нас Emirat Al Arab от бренда Asdaaf. Вот, коробка большая. Здесь 100 мл. Сам флакончик тоже бесподобный. Вы только посмотрите. Золото, такой красный бархат. Очень-очень красиво. По бокам у него тоже есть вот такие вот металлические какие-то вставки. Очень красиво. И я, конечно же, его протестировала. И вы знаете, я не прогадала. Когда я выбирала аромат, я, конечно же, смотрела на ноту, чтобы себе примерно представить, что это будет за аромат. Подойдет он мне или не подойдет, но я его не тестировала ранее, поэтому с огромным удовольствием я с ним познакомилась. Я в него просто влюбилась. Кстати, он очень стойкий. На мне вообще все парфюмы очень нестойкие, потому что кожа у меня горячая. И самые-самые стойкие парфюмы на мне держатся где-то порядка 5-6 часов. А обычные, которые на людях с холодной кожей держатся, допустим, по 5-6 часов, на мне держатся час-два. Поэтому я не очень люблю такие ароматы, которые быстро выветриваются. Для меня аромат это, ну, как минимум, да, на полдня должно хватать, чтобы я ощущала от себя вот эту ауру, вот это облако ароматизированное, чтобы я его вдыхала, чтобы я сама наслаждалась ароматом. Я не понимаю, когда говорят, что если ты не чувствуешь от себя аромат, значит, это твой аромат. Я не согласна. Я не для кого-то наношу парфюм на себя, а для себя, чтобы я чувствовала, как от меня пахнет, как от меня благоухает, какими нотами. И вот для меня это очень важно, чтобы я сама чувствовала. Это вот на первый взгляд такой очень сладенький аромат, какими-то персиками, абрикосами пахнет. Я, конечно же, вам ставлю пирамиду. Сейчас нанесла на себя, на запястье. Сейчас уже появляется какая-то дерзкость, какая-то такая томность у аромата. Это вот первоначально. Давайте я посмотрю, что у него в пирамиде. Вам тоже подпишу, а у меня вот такой вот небольшой блокнотик, где я все себе прописываю. И это получается, кстати, довольно-таки маленькая пирамиду данного аромата. Верх, это верхний нот, это цитрус и бергамот. Ну, здесь не так сильно чувствуется, как будто здесь какая-то роза примешивается еще. В сердце белый мускус и алоэ, и база, жасмин, мускус, древесные ноты и ут. И вот эта сладинка, которая на первоначальном этапе была, именно с лакончика, когда я слушала аромат, она сейчас абсолютно пропала. Сейчас аромат очень такой бодрящий, очень легкий. И при этом он такой освежающий даже. Наверное, это бергамон как раз-таки дает вот эти ощущения. То есть сладости вообще никакой нету. А вот именно если послушать аромат из-за лакона, то здесь такая явная сладость идет. Вот насколько по-другому раскрывается аромат на моей коже. Очень приятно. Я думаю, что данный аромат подойдет прекрасно как на летний период времени, так и на зиму, и на осень-весну. Потому что он вот не слишком морской такой, не слишком ягодный, не слишком фруктовый. Очень-очень-очень вкусный. Я очень довольна, что я его купила. С огромным удовольствием буду его носить в ближайшее время. И он на мне держится примерно порядка, наверное, 4-5 часов. Я от себя его чувствую и понимаю, что он действительно, значит, стойкий. Говорила вам, что кожа у меня горячая. И остальные ароматы выветриваются просто на раз-два. Я очень довольна покупкой. Я даже, честно говоря, не буду выбрасывать и саму коробку, потому что она потрясающей красоты. Она будет также у меня находиться на полочках. Ну и сам парфюм, конечно, это произведение искусства для меня. Вот такой флакон бархатный сделать с золотыми вставками. Ну, все в таком арабском стиле, и мне это очень-очень нравится. Наверное, я буду, стану, вернее, поклонником арабской парфюмерии и буду дальше знакомиться с новинками. Так, дальше у меня здесь будут три аромата. От Шейк я решила познакомиться с этим брендом. И, вы знаете, когда я покупала, я, конечно же, читала отзывы и понимаю, что это бренд, который позиционирует тебя как создатель аналогов, да, создатель реплик на известные всем ароматы. И я купила два аромата, получается. Один аромат совсем мне был незнаком, то есть его прародитель, так скажем, был незнаком. Один аромат я когда-то слушала, но не так сильно его помню. А один аромат у меня есть, то есть оригинал у меня есть. Я заказала себе вот реплику аналог, для того, чтобы как раз-таки у меня был вот этот момент сравнения, для того, чтобы я поняла, насколько похожи ароматы от Шейк. Потому что отзывы, честно говоря, они абсолютно разные. Кто-то пишет, что это идентичные прямо оригиналы, кто-то пишет, что совсем не похожи. Поэтому мне было интересно составить свое собственное мнение по этому поводу. Так, давайте начнем. И начнем мы с аромата Шейк под номером 288. Я, кстати, в трех разных форматах купила эти ароматы, заказывала с официального магазина. Купила 288 номер именно в такой вот ручке, здесь 20 мл, чтобы можно было носить с собой. Приходит он вот в такой коробке, то есть конкретно вот этот формат, вот этот объем, он приходит вот в такой коробочке, все довольно симпатично. Здесь также указан номер данного аромата. И это аромат 288, как я уже сказала. Он позиционирует себя как Killian, название Killian by Love. Я с этим ароматом как раз-таки вообще не знакома, то есть я его нигде не слушала. Это была просто полнейшая такая неожиданность, полнейшая импровизация с моей стороны, потому что мне захотелось просто послушать этот аромат, если честно. Так, давайте я его нанесу. Забыла уже, как он чувствуется. Очень, вот да, сейчас поняла. Очень резкий, вот прям сейчас в нос мне сильно прям пахнуло. Не спиртом, а вот этими какими-то резкими нотами, такими я бы даже назвала их мужскими, возможно. Как будто зелень какая-то есть, ут, возможно, даже есть. Я, конечно, все выписала в пирамид, но я их не запоминаю вообще от слова совсем. Но он по мне так, знаете, я опять-таки не слушала оригинал, но для меня этот аромат очень простой. Очень такой поверхностный, как будто бы. Я не чувствую в нем загадки, я не чувствую в нем глубины. Мне не хочется даже, честно говоря, разбираться. Он такой довольно приятненький. Вот сейчас резкость ушла, уже остались какие-то нотки другие. Не могу даже сказать, это фрукты. Давайте сейчас я посмотрю. Ну вот сам шейк говорит об том, что в пирамиде данного аромата, в верхней ноте, на роли, в сердце, жасмин, ирис, роза. И базовая это ваниль и мускус. Но если мы посмотрим на пирамиду Kylian by Love, то есть оригинального аромата, то там, конечно, просто в три раза, по-моему, больше составляющих. И как раз-таки, возможно, именно по этой причине я и чувствую, что аромат довольно простой и поверхностный. Вот такое ощущение, что за ним, вот за этими верхними нотами даже ничего не скрывается. Как будто его не хочется даже разгадывать, улавливать какие-то на себе оттенки. И, честно говоря, у меня автоматически какая-то ассоциация идет с Kylian, да, так как он идет, как бы, как аналог Kylian. Мне не хочется разочаровать себя, думая, что Kylian вот именно таким образом пахнет, да, так скажем. Вот. В общем, это такое некое все-таки разочарование для меня, ну, по крайней мере, по аромату именно шейк. Дальше, следующее, я купила вот такой аромат. Это у меня 134 номер. Взяла я уже его вот в таком объеме. Здесь, по-моему, 30 мл. Сейчас я посмотрю, перепроверю себя. Нет, 25 здесь мл. В предыдущем было 20, здесь 25 мл. 134 номер. И это у нас Lancome La Vie Belle. И вот именно этот аромат я, кстати, когда-то, естественно, слушала в магазинах. Он довольно мне был приятен, то есть он мне понравился. И вот я решила его заказать именно от Шейк. Приходит он вот в такой коробочке. Не знаю, почему именно такая коробка пришла, но коробка, вот видите, как будто от тестера. Хотя вот флакончик вот такой. Я не знаю, это нормально или нет, что вот именно в такой коробке очень некрасивый пришел мне данный парфюм. И здесь, в принципе, уже, как вам сказать, ну, может быть, аромат мне оригинальный, да, больше нравится. Но здесь как-то я восприняла более позитивно. Так, сейчас тоже мне неприятно, почему-то прям в самом начале идет. Хотя вот я помню, оригинальный аромат, когда я слушала, там не было такого. То есть, когда я носила на тест-полоску, он сразу, ну, верхняя нота как минимум выдавала. А здесь какая-то резкость идет, какая-то вот спиртовость именно идет. Розу. Роза Жасмин. Чувствую прям на поверхности. И опять у меня ощущение, что он очень простой, что ничего там уже не раскроется. Не то, абсолютно не то, вот вам могу сказать. То есть, по воспоминаниям Олави и Бель, мне тоже не нравится. По пирамиде здесь практически те же самые ноты указаны в композиции. Единственное, в сердце в оригинале есть цветок апельсина, и в базовых нотах есть бобы тонка. А во всем остальном совершенно одинаковые пирамиды. Ну, это, по крайней мере, нам шея так указывает. Она, конечно, сама по себе небольшая. Верхний нот – это черная смородина, груша, сердце, жасмин, ирис. И базовые – это мускус, конфеты, пралине и ваниль. Вот только цветы апельсина и бобы тонка прибавляются именно в оригинале. Но по аромату это все равно не то. Не могу сказать, что именно цветов апельсина не хватает или бобов тонка, но... Но это не то. Мне не нравится. Опять не нравится. Черной смородины здесь вообще никакой нет. Как будто, может быть, какой-то ядреный такой лист смородиновый, который сильно-сильно прям нос пахнул. Но это не то. Не то, что я чувствовала именно от оригинала L'Aveille. И последний аромат, который я себе заказала от Шейк, это был аромат... Так, где номер? Не вижу. 196-й. И это Чарути 1881. Я взяла его уже в большом объеме. 50 мл. И у меня есть как раз-таки оригиналы этого парфюма. И вот здесь я как раз и хотела сравнить и почувствовать, насколько же они схожи будут. И здесь тоже было все-таки некое разочарование. И, кстати, пришло это все уже в хорошей, красивой коробочке. То есть мне очень понравилось. Так, где-то вот передняя часть. Мне очень коробочка понравилась. Она довольно такая симпатичная. Вот если бы я заказала, допустим, парфюм на подарок вот в такой коробке, мне было бы неприятно его дарить. Это 196-й номер, как я уже сказала, Чарути 1881. И вот он из флакончика, если его не расплять, он похоже пахнет. Примерно так же, как Чарути. Но когда вы его распределяете, все кардинально меняется. Я скажу, что он, возможно, очень-очень отдаленно, конечно же, все-таки похож, но это абсолютно не то. Но если посмотреть по пирамиде, которую заявляет шейк в своем аромате, то она идентично совпадает с пирамидой Чарути 1881 оригинального именно парфюма. И вот вам сейчас так покажу, то есть вот это все, это как раз-таки пирамида. Я, честно говоря, вот не верю, что и в верхних, и в сердце, и в базовых нотах здесь по 6-7 именно составляющих мне не верится. Потому что для меня этот аромат тоже очень-очень поверхностный, очень простой. Хотя схожесть вот здесь действительно есть. Здесь есть сладость, но тут пирамида просто огромная, я вам уже сказала. Схожесть есть, но это все-таки не оригинал. И даже по первым нотам, когда я на себя наношу, я это чувствую, и плюс ко всему, когда он носится уже, разнашивается на мне, я также чувствую, что раскрывается уже все по-другому, абсолютно по-другому. Поэтому для меня, наверное, все-таки ароматы шейк это не мое, то есть я не готова. Они, кстати, довольно-таки небюджетные, я бы сказала. Ну, не самые бюджетные, да. Но я не готова переплачивать за аналоги, которые, ну, для меня, по крайней мере, не похожи на оригиналы. Я не готова. Я лучше куплю оригинал в более маленьком, допустим, объеме, да, либо куплю какой-то просто другой, совсем более бюджетный парфюм, который будет сам по себе оригинальным и не будет ни на кого пытаться быть похожим. И буду носить его с удовольствием, если, конечно, он мне понравится. Но вот такие аналоги мне, честно говоря, вообще неприятны. Совсем другой аромат, совсем. Вот эта первоначальная сладость. И сразу за ней, когда ее вдыхаешь, чувствуешь, что там что-то еще есть. Чувствуешь, что он более сложный, более интересный. Аромат, который хочется разгадывать, аромат, который хочется разнашивать и чувствовать, как он на тебе меняется. С шейком, к сожалению, у меня такого не произошло. Но я в любом случае как бы рада, что я сделала покупку, что я познакомилась с этими ароматами и теперь как бы для себя точно определила. Я прошу не ругать меня любителей шейка, да. Я ничего не имею против шейка самого и тех, кто покупает эти парфюмы. Просто это не для меня просто... Опять-таки, я не профессионал. Я не такой опытный ценитель парфюмерии, но для меня при сравнении вот с оригинальным, допустим, парфюмом, для меня очевидна разница. И мне не хочется, наверное, вот платить деньги за то, что не похоже. Ну и держатся они, честно говоря... И держатся они, честно говоря, на мне тоже очень-очень мало. Порядка где-то, ну, два, максимум три часа шейк держится и все. Я больше от себя уже ничего не чувствую. Но это, безусловно, опыт. Вот, безусловно, это знакомство с новым брендом, знакомство с новыми ароматами. И давайте мы идем с вами дальше. Дальше я вам покажу аромат, который я купила в магазине L'Etoile, который я брала с собой на море. Я всегда, когда еду отдыхать, я беру с собой аромат для того, чтобы он мне впоследствии напоминал вот эти теплые длинники. То есть, аромат воспоминания. То есть, выбираю себе аромат, который потом бы мне доставлял просто море массу приятных воспоминаний об отдыхе. И в данном случае я выбрала Джимми Чу Блоссом. Вот такой флакончик небольшой. Здесь всего 40 миллилитров. Очень красиво, очень летний, очень яркий. Так и коробка сама тоже, посмотрите. Просто потрясающе. Так правильно вам показываю? Просто потрясающе. Красивый, вся блестящий. И аромат такой вот прям визуально очень-очень летний. И мне он понравился. Я когда была в магазине Литуаль, когда я его покупала, у меня оставались какие-то там, в общем, бонусы, которые нужно было срочно потратить. И вот мы с консультантом просто ходили. Она мне предлагала парфюмы именно послушать. Я его послушала в самом начале, прошла дальше. И вот слушаю, слушаю, слушаю. И понимаю, что я все равно мысленно возвращаюсь к этому первому аромату, который она мне дала послушать. И прослушав все, что она мне предложила, там были варианты абсолютно разные, и очень дорогие, и очень бюджетные, я пришла к выводу, что я хочу только его. И в итоге вернулась, и его, именно его приобрела. Очень классный аромат. Ох! Ягоды. Прям сразу идут ягоды. Малина. Сладкая малина. Сейчас проверю. Как уже сказала, я не запоминаю абсолютно ноты. Сейчас проверю, есть ли малина в составе. Ну, цвет, наверное, нас тоже наводит на то, что здесь очень много ягод, что ягодки все летние, все красные в основном, очень сладкие. И это... И это по аромату тоже чувствуется. Аромат поистине летний, он, наверное, немножко будет теряться в зимний период. Хотя для меня ограничений по сезонам никогда нет. У меня очень часто бывает, что я в зимний период хочу более таких солнечных ароматов, более теплых, более летних, сладких. Иногда абсолютно наоборот. Летом мне хочется то сладкого, то очень такого освежающего. Поэтому у меня такого подразделения внутри моей коллекции абсолютно нет. Но здесь прям как-то изначально, как только вы вдыхаете с самого начала, у вас прям ассоциация идет с летом и вот с ягодами. Как будто перед вами фруктовая ягодная тарелка и вот этот весь аромат спелых ягод прям идет только на вас и вы его чувствуете. Очень вкусная композиция. Так, сейчас посмотрим по пирамиде, что у нас здесь заявлено в джимми-чум. Так, малина, красные ягоды, вот цитрусы здесь также присутствуют, именно в верхних нотах, но я их особо и не чувствую. В сердце сладкий горошек и роза, и база это белый мускус и сандал. Ну, аромат очень вкусный. Очень вкусный аромат, прям под настроение летний, под отпуск, мне кажется, он мне идеально подошел. Ну и, конечно, такая тоже красота, вот такой флакончик красивый, он будет украшать мою коллекцию теперь. И в самом конце мне бы хотелось с вами поделиться более бюджетными находками, но не скажу, что очень такие бюджетные, но это частный магазинчик. Сейчас я вам покажу, у меня где-то даже здесь пакетик остался и визитка. В общем, когда отдыхала на море, была в Сочи, наткнулась просто на рынке, на небольшой такой ларечек, и вот здесь был, в общем, бренд Магия Нефертити для него, для нее. Тут адреса указаны, телефоны указаны, в общем, вот так вот, вот такой пакетик, и у них на визитках, по-моему, то же самое. Сейчас я перепроверю, у меня тут визитка лежит, потому что я открыла, у меня все хранилось в пакетике в самом. Да, вот сама визитка, это не реклама, я все покупала. Мне никто ничего не дарил, но они мне сказали, что это можно все, между прочим, заказать доставкой, если вдруг что-то мне понадобится. И когда только-только я наткнулась на данный магазинчик, мини-магазинчик, мне, конечно же, интересно было все послушать, понюхать, так как я очень люблю парфюмы. И получается, когда у меня стал вопрос, какой же аромат выбрать, я вспомнила, что очень хотела бы познакомиться с ароматами Атар Коллекшн. И на момент, когда я стала слушать, что мне предлагают, у меня уже был аромат Атар Коллекшн, в этой подборке я вам его не покажу, покажу в следующей. Crystal Love у меня был. И я сказала, покажите мне что-нибудь из Атара, они, в общем, мне показали, и я выбрала один аромат. Это аромат Азора, вот они вот таким образом пишут на флакончиках, и, кстати, у них варианты тоже абсолютно разные есть. Я выбрала вариант именно вот такой в стеклянной, да, решила вот первый взять. В стеклянном флакончике, очень, кстати, красиво выглядит вот такая вот крышка у него, есть розовый, по-моему, и синий. Вот, ну, в принципе, здесь только написано, что это парфюм, и я его послушала, как же он мне понравился. Это просто, это просто потрясающий аромат. Я Азору, по-моему, слушала, но я не могу сейчас сказать, насколько он похож или нет. Но даже если он не похож на оригинал, он сам по себе просто удивительный, просто бесподобный. Он мне очень понравился, вот в отличие, почему я так немножко и поругала, наверное, шейк, что те ароматы и мыли, ну, как мне показалось, да, не очень похожи. Был аромат, с которым я вообще не была знакома, но ничего не было такого, чтобы я прям вдыхала и наслаждалась. Здесь это просто какая-то бомба, это просто фейерверк у меня эмоции вызывает этот аромат. Я думаю, что же со мной будет, когда я послушаю оригинал. Так, нанесу на себя. О, как это красиво! Это очень ярко, дерзко, свежо, прям взрыв каких-то, я не знаю даже, я не могу описать, что здесь есть в составе. Я пирамиду, конечно, Азор, наверное, вставлю, но здесь никакой пирамиды нет, его невозможно найти. Но это очень вкусно. Это очень вкусно, и причем сначала он такой резкий, действительно такой терпкий, прям очень, ну, возможно, даже кого-то будет раздражать, но потом выходят на второй план, то есть на первый план, да, выходят впоследствии какие-то сладкие, ну, это очень сладкие, очень вкусные. И вот этот аромат, он на мне меняется, то есть действительно я от него чувствую вот эти все три стадии, он меняется, он меня каждый раз удивляет, и я осталась очень довольна. Я не помню, сколько он стоил, порядка, может быть, там, тысячи-полторы, может быть, две тысячи стоил этот аромат. Но вот за него мне не жалко, потрачен день, потому что он действительно очень яркий, очень интересный, завораживающий, заставляющий угадывать, что там дальше будет. Очень-очень классный. Немножко, наверное, больше все-таки подойдет на осень и на зиму, потому что он такой прям взрывной и яркий, и, может быть, немножко даже каким-то образом вас задушит первоначально, особенно в летний, особенно в жаркий период, но я его обожаю. Я просто, я просто влюбилась в него, и очень хочется мне послушать теперь оригинал именно от Air Collection Azora. И мне дали в подарок вот такую вот малышку, я не помню, сколько здесь миллилитров, 5-10, и это как раз-таки Crystal Love. И вот здесь я поняла, что это действительно очень схоже с тем ароматом, который у меня есть в оригинале. Я была очень удивлена, потому что я его узнала. Когда мне давали слушать, я сказала, вот этот вкусный, и потом мне когда сказали, что это за название, я сказала, так у меня уже есть он. Я его реально узнала. Это было очень приятно. То есть это как раз-таки мне дало понять, что ароматы парфюма именно у этого, ну не бренда, скажем, у этого магазина, они действительно очень-очень схожи, и они очень-очень стойкие. Это уже такой вариант именно шариковый, тоже очень удобно носить с собой. Так, куда бы нанести. Очень вкусный, он чувствуется, что это арабский. Давно не носила свой Атар Коллекшн, именно Crystal Lab. Ой, какой... Вот вы видите, я даже не могу ничего сказать, мне хочется его слушать, слушать и слушать. То есть у меня даже как-то все слова из головы вылетают. Вот настолько он вкусный, вот с первым ароматом, который сейчас я вам показала, тоже самое. И вот этот просто, просто меня куда-то уносит. Я не знаю, что здесь. Здесь какие-то пряности, здесь какие-то фрукты, ягоды, и как будто бы все-все-все, но это так вкусно. Это очень вкусно, это просто потрясающе. Я осталась очень довольна. И впоследствии я потом еще раз заходила в этот магазин и купила себе уже кирки от Тициана Теренци. И тоже я, кстати, его послушала, слышать-слышала, видеть-видела. Но прежде чем купить, я тоже хотела с ним как бы заново еще раз познакомиться. Послушать, как... Ох, вот еще один. Ох, как же это вкусно, боже мой. Я уже не знаю, куда наносить. Очень-очень вкусный аромат. Я потом уже, когда приехала, я купила себе от Ливан, то есть такую маленькую миниатюрку с этим ароматом. И он реально очень похож. Он реально очень похож. Я, конечно, опять-таки не профессионал, не настолько знаток, чтобы сказать, что прям идентичное звучание ароматов, но он очень похож, и узнать его можно. И когда я его покупала, оригинальный от Ливан получается, я пришла, на мне был вот этот аромат. И когда я сказала, покажите мне кирки, у вас же, говорит, он есть, я же от вас, говорит, его чувствую. То есть девушка почувствовала, что от меня пахнет именно кирки. И удивила, зачем мне еще нужно. А по факту получилось, что это вот такая вот, получается, ну как бы, реплика, подделка, можно сказать, да, аналог именно кирки. Ну вот еще раз подчеркну, что вот этот магазин, кстати, тут, по-моему, 1200 вот такой вот маленький объемчик стоит. Не бюджетный, опять-таки не бюджетный, но они стоят того. Вот все три аромата, которые я взяла, я во все три аромата влюбилась. И так как у меня есть адрес, я, наверное, буду дальше заказывать, потому что, ну, мне очень нравится. Это просто, ох, это просто вообще бесподобно. В кирки я просто влюбилась уже, сломя голову, ну и в предыдущие два, которые я вам показала тоже. В принципе, все. Я вам показала все свои новинки. Ну, то, что я планировала показать именно в этой части. Напоминаю, что у меня есть еще одна часть парфюмов, тоже очень с разных мест, так скажем, от разных производителей, из разных магазинов. И я тоже в скором времени обязательно с вами поделюсь. Я очень надеюсь, что я доступно поделилась с вами эмоциями, то есть, насколько могла красочно описала вам все, что я чувствую. Все свои впечатления от этих ароматов. И очень надеюсь, что вам видео понравится. Если так, то не забывайте поставить лайк. Для меня это будет очень важно. Если я пойму, что действительно и видео набрало просмотры хорошие, и по вашим откликам пойму, по вашим комментариям пойму, что вам понравилось, то я заставлю себя перебарывать свое вот это чувство неловкости от того, что не хватает опыта и профессионализма. И буду снимать, конечно, и свою коллекцию, и вообще дальше буду развивать, наверное, тематику парфюмов на своем канале. И в конце, для тех, кто досмотрел вот до этого момента, мне бы хотелось сделать маленький подарок. Я, покопавшись в своих запасах Avon, ну, у меня, я занималась Avon, и у меня поэтому очень много всевозможных парфюмов лежит, нераскрытых, я выбрала вот этот парфюм, это Persever Silk, и мне бы хотелось с вами им поделиться, устроить такой маленький конкурс на своем канале. Давайте покажу вам поближе этот аромат. Все запаковано, ничего не вскрывалось. И этот подарок уедет к одному из счастливчиков, которые напишут комментарии, напишут, что хочет участвовать обязательно, что хочет участвовать в конкурсе. Потому что, если этих слов не будет, то я понимаю, что человек как бы просто решила оставить комментарий, но не хочет получать подарок, не хочет участвовать в конкурсе. Поэтому обязательно пишите, что хотите участвовать в конкурсе. И, конечно же, вот самое простейшее условие быть подписчиком моего канала, поставить лайк и быть подписчиком на Яндек Дзен. Ссылочка внизу, напоминаю, в инфобоксе. Если вы подпишетесь на мой книжный канал, влоговый канал, это не обязательно для конкурса, но мне просто будет очень-очень приятно. Все, абсолютно простые условия. Примерно от выхода видео плюс, ну, наверное, дней 5-7 мы сделаем на этот конкурс. И потом я уже, скорее всего, наверное, в Яндекс.Зене опубликую сообщение, потому что YouTube как-то совсем плохо работает. В Яндекс.Зене и в Телеграм-канале будет сообщение о том, кто выиграет. Отправлю за свой счет по России вот этот парфюмчик победителю, кому выберет рандомайзер. И по ноткам тоже хотелось бы сориентировать, да, что здесь, какие ноты в Персевсилк. Это, кстати, такая пирамида довольно простая. Верхние ноты это итальянский мандарин, сердце жасмин и в базе мускус. Все, больше я на фрагрантике ничего не нашла по Персевсилк. Но я знаю, как он пахнет, очень приятно. Он довольно универсален по сезонам, как мне кажется. Ну и в принципе, мне кажется, получить в подарок парфюм, это всегда приятно, да. Даже если он вам не очень подойдет, именно вам конкретно, то вы смело сможете его просто передарить. Все, на этом точно буду заканчивать. Спасибо большое, что были со мной. Желаю всем отличных покупок. Желаю всем замечательных ароматов, которые вас только бы радовали на протяжении всех сезонов. Ну и все, не забудьте подписаться. И желаю всем удачи в конкурсе. Всем пока-пока.